Добрый день! 26.09.2017. Поехали! Сегодня опять-таки продолжаем тему двух генералиссимусов. Но поскольку в плане живого диалога у нас протекает беседа, вот возникла вопрос, опять-таки ставятся эти памятники везде, Джугашвили, везде, под любыми какими-то вот такими предлогами. И вот Церетели наляпал там вот этих памятников правителям. Я вот хочу продолжить эту тему. Я немножко не ответил Сергею на его предложение Михеева. Ну вот как бы на его аргументацию я хочу что сказать. При том, что я говорю, что я этого человека уважаю, но это не значит, что я должен соглашаться со всем, что он говорит. Мне просто даже реально интересно его мнение. И я хотел бы вот какой момент отметить. Правителям, но не мучителям каким-то. И вот если уж ставить так строго правителям Руси, то тогда некоторые пропущены. Я замечу Сергею. Вот Батыя можно считать правителем России. Мы же платили дань. Наши князья ездили туда. Было такое вынуждены, когда мы были вынуждены платить дань. Это же вот тоже там эти вот Жугашвили нам скажут. Это же наша история. Давайте поставим памятник Батыю. Да? Потом Узбеку. Потом еще там мало ли этих ханов. Давайте понаставим. А можно еще пойти дальше. Давайте отражать нашу всю историю. Давайте понатыкаем других памятников. Ну, например. Давайте отражать нашу историю наиболее полно. Вот Чингисхан. Это же наша история. Наша история. Тамерлан. Наша история. Наша история. Они же задействованы были в исторические события. Ну, давайте и поставим кровососов. Всем кровососам. Вообще-то правителям, но не мучителям. Понимаете? Не тем, кто просто как Ельцин, Горбачев, как в Джугашвили, там, Ленин, да, приносили только разорение земли русской, да? Не иудам земли русской. Тогда давайте какую-то аллею для земли. Иуд земли русской назовем и туда поставим это все. Понимаете? Потому что почему это все сводится, вот какая-то польза, что кто-то там посмотрит памятник Ленина. Вот посмотрели на этот вонючий труп Ленина, да, в Мавзолее. И что? И люди поехали в свои страны, вот, значит, малоленемных людей, да? И творить саду и гамора, вот, которая была у нас, что мы будем, зачем мы сеем это по миру? Неправильно. Я вот слышал такую легенду, вот, ЛДПРовцы предлагают захоронить Ленина. Я совершенно против этого. Погонить нашу землю такими тварями вонючими, да? Ставить им памятниками. И это кощунственно. Может быть, давайте поставим памятник кого русских людей, кого Саакашвили на веревке спускал, вот это, без сапог добывать золото. Потому что благодаря этому золоту мы получали вот эти хаморы там американские, американские аэрокобры. То есть эти люди реально своим каторжным трудом, своей кровью. И там же был вот Сергей Павлович Королев. Вот это, вот, я думаю, что вот эти люди достойны какой-то памяти. Может быть, все-таки не ставить вот памятники, вот эти могут расставлять. А вот сколько у нас памятников Александру Васильевичу Суворову, да? Ну, там, тысячелетия России, там, отдельные, да? Вот у нас, допустим, великолепные есть мастерская, там делает заказы по мозаике. И делает заказ, я смотрел, мозаика великолепная Александра Васильевича Суворова для музея Санкт-Петербургского, да? Вот, где лучше ли, вот, ну, вот, чтобы в каждом городе же нет денег, да? Конечно, Джугашвиливец какой-нибудь и тот же самый, как бы, мэр Москвы, Собянина, они же не выделят на это денег, правильно? Не выделят. Да, это можно надеяться только на частную инициативу, что где-то, вот, тем, кого замучили, там, это не будет. Это русские люди просто сгинули. Костей не собрать, многим, кто из-за дурачков, которые орали, джугашвиливцев, да? Войны не будет, бей провокаторов, да? Мы костей до сих пор не можем собрать, захоронить как-то, чтобы это было прилично. И, как Александр Васильевич Суворов говорил, как пока последний солдат не похоронен, война не закончена. Вот, и она у нас и не закончена. Она у нас и идет, и эти все время, все время лезут, лезут везде своими памятниками, своими вонючими. И я уверен, что еще этот Церетели сделал еще за государственный счет. После тех мероприятий, мне кажется, Собянина, который там сейчас, пятиэтажки снести, киоски снести. Я только, слушай, уничтожить перевозчиков, машины их там попереломать. Вот других идей у товарища нет. Вот один уже пробрался. И я спрашиваю, да, нафига нам эта коммунизма нужна? Может быть, я бы предложил, Сергей предложил, что давай, пусть Горбачевский центр снесут. А этот самый, тогда можно и Сталину. Что, серьезно, Сергей? Я очень рад. Давайте, да, 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 Сергей, давайте вместе. Ну, ваше же вот это окружение, ваше же Соловьев и прочее, вот с кем вы встречаетесь, разведут такую демагогию, такого тумана, что они никогда... Да, а если надо, и срыть этому центр, и этому, как Горбачеву там, если хотите, и Ельцину снесем заодно. Я за, я просто всех этих людей, которые раздавали наши земли налево и направо, я за, Сергей. Это очень хорошее предложение, но вы же знаете, что это факт, вот на сегодня, может быть, когда-то это свершится. А правильно вот так, я считаю, поступить, вырыть этого Джугашвили, не то, что ему памятника гадине не ставить, а собрать вот этого Ленина, Джугашвили, послать наших сотрудников ГРУ. Тихонечко вырыть Бандеру вонючку, туда же доставить. И еще некоторых товарищей, сжечь их нафиг и спустить в канализм. Так, я слышал, сотрудники ГРУ поступили с трупом Гитлера. Вот это будет какая-то гражданская казнь, указанием всем, всем вот этим террористам, всякого рода кровавым упырям, которые тешатся тщеславием, что никакой вам славы Бога не будет, что впредь, вот тогда мы будем. А если мы создаем вот ориентиры духовные, да, вот видите, как вас, вот там уже раз и висит, да, вы уже вроде как коммунист, да. Вот у многих вот это вот зомбировано, вот пойдет картинка на одной половине, на одной половине Михеев, на другой Сталин. Вот что думаете, все вот так в курсе всех политических каких-то вот этих нюансов, всех разберутся, вот всей вот этой подоплеки? Я думаю, нет. Я думаю, нет. И вот все же, понимаете, вот если мы создаем, как определяется жизнь, да, человечество, да, разбитые улицы, зачуханные, все задрипанное, зачуханное, ржавое, вот как это создаем? Какое поле создается, да, информационное? Или это информационное поле Александра Васильевича Суворова, да, Михаила Валерьяновича Кутузова, светлое поле, значит, это дворцы, значит, это процветающая экономика. Или Джугашвили, там вот эти какие-нибудь там еще, там упыры, да, вот из этой всей плеяды. Я думаю, что это немаловажный вопрос, и я бы не стал, по-моему, вы недооценили, вот как бы, я не хотел своим, как бы, ответом как-то уколоть, как-то, ну, задеть за живое или что-то еще. Просто принципиально не согласен вот с этим моментом. И вот все это, когда мы, вот эти журношлюхи, вот все, разносят, вот это все тиражируется, все, 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 все это не под, вот это долдонец, от Сахи до, от Сахи до, до ядерной державы и все такое прочее. И когда это не обдумается, кто это реально делал, что же нам было, что если эти пришли халдеи к власти и с ревом ринулись оттуда, славя нового царя новоявленной Иуды, вот это совершилось. Нам что было, вообще ничего не делать, чтобы чисто доказать, что вот они балбесы и что они сами ничего, а как же нам было выживать, как же нам было обороняться, как же было кормить свои семьи, какую-то карьеру строить. Вот люди были вынуждены, и не потому, что они были в восторге от того, что они жили в сталинских коммуналках и тому подобное, не потому, что они там радовались, когда они переехали. Наверное, были все ноги на седьмом небе, когда они переехали в хрущевки, вот эти собачью конуру. Ну и даже этому, ну это же была отдельная квартира, это же был громодный шаг от Джугашвили. Вот мне там, как бы один там, вот это после Джугашвили там, все изврати, а до этого, ой, коммунисты, ой, колхозы, ой, какая была. Ну давайте посмотрим немножко фактом в лицо. Когда мы вышли в космическое пространство, когда Джугашвили отбросил Каткики Саус. После войны, когда мы занялись ядерной проблемой, с нуля начали, Курчатов занимался разминированием, просто перепугались, когда взорвали ядерную бомбу. О своей заднице думал Джугашвили, а то, чтобы вникнуть на опережение, подумать. А ему прибегал этот, как его, насильник-то этот его, министр-то, Господи, как его, Берия, Берия. Прибегал же, говорил, да, я, вот как дурак, пошел вон отсюда, приперся. Вот так он с ним поговорил. Хотя надо сказать, что вот хоть один из его окружений что-то сделал, их была там толпа на всех этих съездах, хлопали в ладоши, никто не вышел и не сказал из этих лесоблюдов, что товарищ Сталин, мы же не занимаемся ядерной программой. Там же может быть опасное оружие, что вы нас потом подставите, что вы же нас всегда подставляли. Один Лизоблюд не сказал, за что им все эти памятники, я не понимаю. В то время, когда мы Александру Васильевичу Суворову, вот я предлагаю вот здесь Новосибирске собрать, на какую-то мозаику, памятник, какой-то парк, может быть, сделать. Александру, Александру Васильевичу Суворову, ну, я оставлю контакты там, оставлю номер счета, куда можно будет, если кто пожелает. Мы можем обсудить это вообще в любой форме, подумать. Вот это, ну, я вот сейчас вынужден это просить частных, простых людей, но у вашего Собяниного нету совести, чтобы вот это сделать. У ваших вот этих вот, всей вот этой компании 52 тысячи чиновников, они все живут-то только потому, что сейчас бы были какими-то турецкими рабами там. И пахали бы где, если бы они вообще жили, если бы их с милостью верили, если бы господа там не вырезали бы ее. Я хочу сказать, что вот этот вопрос, то есть, понимаете, вот там бывший министр печати Борис Миронов, да, вот он же, он тут вот как бы перешел на сторону Бандерлянди, Газдепи, вот сейчас говорит о необходимости вернуть, дабы не проливать кровь внуков полицаев, вот. И вот, пожалуйста, в Крыму можно было бы такие памятники или парки открыть, вот это. И вот сейчас, может быть, многие начинают понимать, как это важно, кому мы наляпали. А вот возьмите такой вопрос еще, вот информационно, вот эти ублюдки, полицаев, да, вот они возьмут вот эти фотографии, да, вот эти вот Джугашвили скажут, вот смотрите, они придут в семьи, куда-то еще, будут беседы и скажут, вот видите, там спартанцы Захарченко сражаются за славянок, обливаются кровью, да, там пять тысяч домов разрушено, бандеровцы организовали там голодомор, а, ну, ведь это же на определенные настроения, определенные, надо же втянуть в эту Камарелию новый, вот был Майдан 1917 года, сейчас Майдан 2014 года, сейчас еще третий там Майдан готовится. И вот как надо больше людей, вот можно же приходить и говорить, смотрите, вот в вашей семье замучили там все, вот под Оренбургом нашли казачью семью, красной забили всех палкой, последнюю убивали мать и проломили ей голову, она закрывала ребенку, ну и ребенку проломили. Вот в такую семью прийти и сказать, смотрите, в России ставится памятник, там же не объяснишь, что масса культурных людей в России, все это, все это, вот что, вот это творит там, это церетели, вот это все, они не одобряют вот это, понимаете. Пусть этот церетели, я ему готов помочь, пусть и он едет в Грузию, и там сделаем Джугашвили, почему, там сделаем колхозию и коммунию, давай, товарищи, давай вот туда, почему-то туда он не едет, а вот сюда он едет, вот в Грузии он этого не хочет, а вот в России это он хочет, а знаете почему, потому что я как-то взял газетку националистическую, грузинскую, еще во времена Горбачев, и знаете, что они мне писали, какой Джугашвили молодец, как он нагнул этих русских, как он, а мы что делаем, а мы вот делаем, а мы им плюс, мы им плюс, мы помогаем сейчас бандеров, вместо того, чтобы дистанцироваться, вместо того, чтобы им сказать, а чем вы лучше Джугашвили, вы организовали твари про голодомор, который вы там придумали, выдумали там, да, у нас там, а в Поволжье, что это было, там убивали, что только украинцев, что ли, голодом заморили 7 миллионов, ну нет, наверное, и русских там, и кто попался, тот и попался, не было там деления по какому-то нации, и в этих карательных отрядах участвовали и украинцы там, Пархоменко, чья фамилия, еще можно там много понабрать, ну и Папа Вальцмана, кто, знатный коммунист, вор, Кептельман, это жена этого Ушкика, чья она была, жена там, долго перечислять, ну все, партийные деятели, и мама у нее была знатная коммунистка, там, это владелец, считайте, таксопарка, да, ну это как вроде, по тем временам было, выше академика намного, и вот в этих, в этих условиях-то, кому мы подыгрываем вот этим, надо было своевременно ли вообще вот это было будировать, тащить, вот Собянинов там вот задумал памятник поставить, Хочешь, хотелось тебе поставь памятник Александру Васильевичу Суворову, ну не хочешь Суворову, Михаилу Лорионовичу, Кутузову поставить, нет, ни тому, ни сего не захотел поставить.